МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Максим Юрьевич, следственному комитету как самостоятельному правоохранительному органу в январе исполнилось у нас всего 4 года. Но в этом году опять произошли такие структурные изменения. В частности, появились новые отделы по расследованию резонансных преступлений против личности и общественной безопасности и преступлений против государственной власти в сфере экономики. Насколько эти отделы загружены делами? И о каких делах, каких резонансных преступлениях вы уже можете сказать, как и законченных следствием? Действительно, в текущем году, в январе, произошли определенные организационные штатные изменения в структуре следственного управления. На базе отдела по расследованию особо важных дел образовано два отдела по расследованию преступлений отдельной категории. На базе следственного отдела по городу Чебоксары в соответствии с административно-территориальным делением города образовано три отдела. Соответственно, следственные отделы по Московскому, по Ленинскому и по Калининскому районам города Чебоксары. Мы надеемся, что эти организационные штатные изменения позволят увеличить эффективность нашей следственной работы. Относительно второй части вашего вопроса, в среднем ежемесячная нагрузка на следователя и следственного управления составляет 3-4 уголовных дела, находившихся в производстве, и 10-11 материалов. Однозначно оценить нагрузку по конкретным делам и материалам невозможно, потому что каждое преступление индивидуально. Затраты сил и времени на расследование каждого уголовного дела определяются характером совершенного преступления. Соответственно, ряд уголовных дел, по которым проводятся сотнями допросы потерпевших и свидетелей, а также назначаются десятки сложных судебных экспертиз, естественно, отличаются от других уголовных дел. И, кстати, вот таких дел много в вашей практике? Таких дел достаточно. Они обычно вызваны значительным количеством потерпевших по уголовным делам. Допустим, это невыплата заработной платы. Уголовные дела, совершенные в условиях неочевидности при отсутствии свидетелей и очевидцев, при которых приходится затрачивать огромные силы на анализ информации, на установление возможных очевидцев, отработки многих-многих факторов, которые могут привести к получению доказательств по уголовному делу. Таким образом, можно констатировать о том, что нагрузка не снижается по расследованию уголовным делам и материалам проверок, и следователи трудятся в интенсивном движении. Вот о каких делах, таких наиболее резонансных, если уж мы заговорили именно об этой категории преступлений? Ну, среди уголовных дел, которые окончены производством и по которым лица представили перед судом, можно отметить уголовные дела по обвинению главы администрации Мариинско-Пасадского района, Маргаушского района, города Аллатырь, которым предъявлялось обвинение в совершении ряда коррупционных преступлений. Также уголовное дело возбуждено в отношении директора Канарского филиала Чувашского государственного университета. Уголовное дело возбуждено по факту побега убийцы из исправительного учреждения. При этом уголовное дело было возбуждено не только в отношении лица, совершившего побег, но и в отношении сотрудника исправительного учреждения, который, будучи на службе вооруженным, имел возможность пересечь побег, однако этого не совершил. Также большой общественный резонанс вызвало уголовное дело по обвинению одной из жительниц города Чебоксары, которая убила свою крестницу, поместив в картонную коробку. Максим Юрьевич, количество преступлений, зарегистрированных в 2014 году в Чувашии, сократилось. Причем сократилось практически на 3%. Это значит, что криминогенная ситуация у нас в республике улучшается или то, что выявляемость падает? Если обратиться к статистике республиканской, то можно увидеть, что по итогам 2014 года зарегистрировано порядка 13 700 преступлений. По итогам 2013 года указанная цифра составляла чуть более 14 000 преступлений, а к примеру, в 2011 году более 18 000. Это свидетельствует о том, что все-таки криминогенная ситуация стабилизируется, улучшается. То есть даже абсолютные цифры выглядят симпатичнее, чем проценты, убедительнее даже. Убедительнее. Необходимо отметить, что органы Следственного комитета расследуют уголовные дела не о всех преступлениях, а только о тяжких, о резонансных преступлениях. Тем не менее, цифры о состоянии структуры преступности по Чувашской республике нами используются для организации своей служебной деятельности, для организации взаимодействия с оперативными подразделениями, для организации профилактической работы. Необходимо отметить, что, естественно, расследуя тяжелые резонансные уголовные дела, наши следователи внесли определенный вклад в стабилизацию криминогенной ситуации в республике, что иллюстрируется цифрами о снижении общего числа зарегистрированных преступлений. У вас в управлении очень большое внимание уделяется расследованию преступлений прошлых лет. Вот если мы, допустим, обратимся к статистике хотя бы 2014 года, сколько таких преступлений удалось закрыть и вообще вот в отношении скольких правонарушителей удалось привлечь их к уголовной ответственности? Направление служебной деятельности, такое как расследование и раскрытие преступлений прошлых лет, является одним из приоритетных направлений деятельности органов следственного управления. По сути, это является одной из форм реализации принципа неотвратимости наказания. Делами прошлых лет являются преступления, совершенные в прошлые годы, которые по каким-то причинам не были раскрыты в те годы. По указанным делам организуется привлечение значительных сил и средств для анализа информации, для перепроверки старых версий. В 2014 году раскрыто и установлено более 40 лиц, совершивших преступления прошлых лет, в том числе два убийства, одно изнасилование и одно причинение тяжкого вреда здоровью. Всего, если обратиться к статистике с 2011 года, за четыре года, во взаимодействии с оперативными подразделениями правоохранительных органов республики, раскрыто 178 уголовных дел в такой категории, в том числе девять убийств. Сколько человек удалось привлечь к ответственности? По всем уголовным делам лица виновные, более 178 лиц установлены, направлены в суд. Можете вот так на память сказать, какое из этих преступлений было самое давнее? Сколько лет отделяло? Наверное, таким примером может быть уголовное дело, по которому в истекшем году, к 16 годам лишения свободы, приговорен житель города Чебоксар, который в 2009 году с целью завладения деньгами, вырученными от продажи акций одной из компаний, убил своего знакомого, тоже жителя города Чебоксар, на территории Ядренского района, труп спрятал в лесах Ядренского района. Те незначительные ниточки, которые могли свидетельствовать о лице, совершившем преступление, следователем были найдены. Значительный комплекс следственных действий и судебных экспертиз позволили доказать вину этого лица в совершении преступления, в то время, как из материала дела следовало, что фактически он уже уверился в своей безнаказанности. Максим Юрьевич, в отчетах о работе Вашего управления есть раздел, касающийся расследования уголовных дел в отношении лиц особого правового статуса. Кто подразумевается под этими лицами и сколько людей этого самого статуса лишились благодаря вмешательству Ваших сотрудников? Лицами особого правового статуса уголовным процессуальным законодательством обеспечиваются должностные лица, связанные с осуществлением компетенций органов государственной власти и местного самоправления. Это такие лица, как депутаты и иные выбранные должностные лица органов местного самоправления, адвокаты, следователи, судьи, прокуроры. В отношении указанных лиц определенные дополнительные гарантии, предусмотренные уголовным процессуальным законодательством, в значительной мере усложнена процедура возбуждения уголовного дела, предъявления обвинения таким лицам, производства иных ряда процессуальных действий. Однако это не говорит о том, что указанные лица относятся к определенной касте неприкосновенных. Особый правовой статус определяется спецификой, осуществляемой этими лицами деятельности. В частности, преданием особого правового статуса является одной из форм обеспечения дополнительных гарантий их невмешательства в их деятельность, их независимости в профессиональной деятельности от необоснованного уголовного преследования. К примеру, чтобы возбудить уголовное дело в отношении депутата органа местного самоправления, требуется решение руководителя следственного управления по субъекту Российской Федерации. Для возбуждения уголовного дела в отношении мирового судьи требуется решение председателя следственного комитета о возбуждении уголовного дела на основании заключения соответствующей коллекционной коллегии судей. Если обратиться к цифрам, то в 2014 году, к примеру, следователям следственного управления возбуждено 25 уголовных дел в отношении 23 лиц особого правового статуса. В суды направлены 16 уголовных дел в отношении 16 лиц, в основном за совершение коррупционных преступлений. Остальные дела находятся в производстве. Что касается вопроса о лишении неприкосновенности, то к компетенции органов следственного комитета указанный вопрос не отнесен. Указанный вопрос рассматривается лишь после вступления в законную силу приговора суда, который может признать лицо виновным в совершении преступления. Основания и процедуры лишения статуса и соответственно иммунитета предусмотрены федеральным законодательством и осуществляются соответствующими компетентными органами. Статистику органы следственного комитета не ведут, поэтому сказать о конкретном количестве лишенных статуса я вам не могу. Однозначно можно заявить о том, что каждое лицо, осужденное за совершение преступления, имеющее статус, оно лишается его. Максим Юрьевич, ну вы же ориентируетесь на показатели, которые есть в работе аналогичных управлений в других регионах. Хорошо, не будем говорить конкретно о лицах, лишенных статуса. Давайте ориентироваться на количество дел. По сравнению с остальными регионами, ну допустим по Волжье, в нашей республике, как обстоят дела? Вот 25 уголовных дел за год это много или мало? Это в среднем показатель, средний показатель привоз к федеральному округу. То есть мы не выбиваемся даже здесь из этой статистики? Да, и необходимо отметить то, что дела, связанные с совершением преступления лицами особо правого статуса, ну как бы нет четкой зависимости их выявления от конкретного периода. Поэтому, как бы, такие цифры носят информационный характер. И мы можем просто судить о том, в каком из субъектов, в какой степени совершаются преступления лицами особо правого статуса. Спасибо вам большое за такие подробные интересные ответы. А я напомню, что сегодня нашим собеседником был руководитель отдела процессуального контроля Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике Максим Юрьевич Федоров. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин